Станки серии F одни из самых востребованных производительных и качественных станков на рынке в мире. Базовая модель серии F F3015, то есть 3000 на 1500 миллиметров. Стандартный востребованный размер или три на полтора мы его называем. Данная модель может комплектоваться излучателями до 6 киловатт, специальными швейцарскими головками с очень удобной сменой защитного стекла, с защитой от пыли, с автофокусом. Комплектуется данный станок комплектующими наивысшего качества. Это сервопаки из Кала, двигатели тоже соответственно из Кала, электрика Schneider Electric. Собственная разработка компании, это плата управления и контроллер. Система подачи листа. Рельсы и рейки устанавливаются в тайвандских фирмах IIC или HiLin. Это рельсы одни из самых лучших на рынке. Здесь подключается вытяжка, система смазки, клапан для подачи воздуха кислорода, соответственно планец на вытяжку. В зависимости от мощности излучателя станок может комплектоваться разными охладителями, чиллевыми. Также в зависимости от мощности ставится вытяжка. Вот такая вот улитка. Чиллер, излучатель, вытяжка – все уже входит в стоимость станка. О чем нужно позаботиться, это будет о системе подачи воздуха, подготовки воздуха и стабилизаторе напряжения, что крайне необходимо для такого высокоточного и качественного оборудования. Каждый станок комплектуется излучателем Max Photonics или IPG. Запускаем собственную программу обеспечения. Вот так вот она выглядит. Покажем, какие форматы можно поддерживать. Ипортировали наше изображение. И дальше можно начинать работать. Система управления станком мультиязычная. Есть такие языки как китайский, английский, корейский, русский и японский. Вот для примера переключим на русский язык. Сейчас система просит перезагрузиться. Перезагружаем. Подтверждаем переход на русский язык. И вуаля, смотрим. Все у нас значит на русском языке. Меню. Управление. Все автоматизировано и переведено. Очень-очень удобно. Рекомендую. Вот что получилось. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Смотрим дальше Перехожу к сварной станине Сварная станина Встаю Поехали То же самое прыгаю Видите во сколько раз Фон Отличается Вот В этом есть отличие сварной Вот чугунная станина Еще раз встану на чугунную станину Прыгаю Видите Идет разбалансировка В принципе по одной оси Она как бы назад не отпружинилась Теперь иду Сварной станине Встаю Прыгаю Тут видите По обоим осям Она отпрыгивает И интервал Можно сказать Почти в разы больше Литой алюминиевый портал Преимущества Думаю описывать не надо Высокая жесткость И легкий вес Все это дает возможность Работать с большим Ускорением Чем скажем Сварным Стальным Порталом Редактор субтитров А.Семкин